Всем привет, ребята! Меня зовут Светлана, вы на нашем семейном канале и сегодня я снова решила с вами поболтать. Расскажу вам свои мысли, свои ощущения на данный момент жизни и жду от вас комментариев про ваши жизненные ситуации, что вы думаете насчет того, что я скажу и так далее. Почему я решила записать это разговорное видео? А потому что может быть у кого-то такая же ситуация, кто-то хочет поддержки, кто-то хочет услышать, что он не один такой, что не только у него все валится из рук. И да, это помогает. Знаете, когда я обдумываю, что у меня не хватило денег сразу на мебель ребенку, мне становится грустно. А когда кто-нибудь пишет в комментариях, вот мне недавно девушка написала, что у них так же купили обои, купили линолеум, а на мебель не хватило. И я понимаю, что я не одна такая, что не только у меня все так, как на мой взгляд, очень плохо, что у других тоже есть такая же точно сложность, и мне становится легче. Как говорится, ты не один. Вот поэтому я записываю это видео, расскажу вам, что я, о чем я думаю со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. Мы размышляем, как с этим бороться. Так что, если у вас сейчас тяжелая жизненная ситуация, то послушайте, пишите в комментариях, поддержим друг друга. Вообще, тяжелая жизненная ситуация, на мой взгляд, у нас началась года три назад, когда финансовый кризис стал жестче, и когда мы не смогли зарабатывать столько, сколько мы зарабатывали до этого. Когда наш доход существенно упал. А совсем капец, как все подкосило, когда наступил карантин. И когда наш заработок вообще исчез, вообще в ноль, ничего. И мы жили на том, что у нас осталось небольшие накопления, и они кончались-кончались, и в общем, это было ужасно. Потом были путинские выплаты, и за счет этого я смогла немножечко поднять уровень жизни, поставить кухонный гарнитур, в ремонт вложить, протянуть эти месяцы. Также нам помогали родственники, большое им спасибо. Причем помогли родственники, с которыми мы давно-давно не общались, и которых не всех я сейчас даже знаю в лицо. То есть только на фотографиях мы давно не виделись, но между тем они нам помогли. Это было очень приятно. Это, кстати, было очень вовремя, когда у меня оставалось всего 2000, и я не знала, где день брать дальше. Бабушка покупала нам молоко, потому что нам просто не хватало денег. Мы ничего не зарабатывали около двух с половиной месяцев. Не потому что не хотели, а потому что не могли. И тут они перевели денежку, сказали, что помогут, перевели денежку достаточно большую, которую я растянула на два месяца на следующих. В общем, вот как-то так. Потом вроде все стало налаживаться, потом опять проблема. Снова налаживаться, снова проблема. И знаете, я люблю планировать, я люблю планировать, знаете, как бизнес-план. Я буду делать то-то, 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 и вот из этих проблем я выкарабкаюсь через столько-то времени. Я себе строю такой бизнес-план всегда в уме. Но в последнее время он не работает. Я его строю на три месяца вперед, не больше, да. Проходит месяц, и все рушится. Все, на чем это было построено. Нет, у меня, конечно, не все рушится. Мой проект, который зависит только от меня, он потихонечку идет наверх. Это я про YouTube. И медленно, конечно. Но благодаря вам, дорогие зрители, дорогие подписчики, он идет наверх. И я надеюсь, что вы меня будете поддерживать и дальше. И он будет продолжать идти наверх. А я буду сейчас придумывать, как его еще протолкнуть. Вы знаете, я и видеообзоры, влогов снимала, которые мне не очень нравится делать, но которые толкали канал вверх. Делать нечего. Приходится снимать даже не только то, что я хочу, но и то, что надо. Но есть еще проекты, которые с Сашей связаны. И вот там почему-то у нас все время возникают сложности. Я уже устала от этого, если честно. И честно, я бы хотела не надеяться на проекты, связанные не только со мной. Я бы хотела, если бы было в моих силах сейчас сделать что-то, я бы знала, что надо сделать что-то, чтобы, допустим, канал мой выстрелил, еще какой-то мой проект. Я пытаюсь еще проекты придумывать. Но не все они продолжаются, потому что я понимаю, допустим, что у меня был проект мини-фермы продавать мясо птице. Но я поняла, что я не готова столько птицу убивать, чтобы на этом зарабатывать достаточно для нашей семьи. У меня было несколько проектов, которые вот так вот... Ну, я просто отмела, потому что не подходят. Я бы хотела, чтобы мои проекты шли вперед гораздо быстрее. И я могла бы рассчитывать только вот на себя, да? Почему-то мне на себя получается надежнее рассчитывать. Никаких непредвиденных ситуаций у меня не возникает. А непредвиденные ситуации, которые мой план ломают, меня вгоняют в депрессию, похоже. И похоже, что из-за того, что я все время нервничаю, все время переживаю, что у меня не получается в одиночку все настроить, да? И то, что все на мне, я это все планирую. И когда кончаются деньги, тоже я первая об этом знаю, потому что я за ними слежу. Я бы хотела за ними не следить, чтобы не знать об этом. И получается, из-за этого я еще и вес не могу сбросить, потому что я вот посидела, поразбиралась в себе. Есть такое компульсивное переедание, когда ты находишься в стрессе и жрешь. Вот я сейчас очень часто этим занимаюсь, жру и жру. Сейчас стараюсь не жрать, следить за собой, но получается, что когда я нервничаю и заставляю себя не жрать, то мне становится еще хуже. Но я хочу сбросить вес до своего нормального, поэтому терплю. И с Мишкой тоже то, что речь не так быстро исправляется, как мне бы хотелось. Мне это тоже расстраивает. Я целыми днями провожу с ним диалоги. Я понимаю, что становится лучше. Я вижу разницу. Я вижу, что он начал мне отвечать. Он начал сам мне что-то говорить. Он сам начинает диалог. Он приходит с утра теперь со мной поговорить. Я его к этому приучила. Это действительно действует. Вместе с Ольгой Петровной мы это все сдвигаем. Но время, на мой взгляд, идет неумолимо быстро. Миша очень медленно учится. А я бы хотела, чтобы у него уже раз и успехи были. Чтобы ему было проще, ему было легче. Можно было бы тогда действительно пойти в сад. Ему бы там было интересно. Он бы там на занятия ходил. А я бы имела возможность хотя бы полдня. На целый день я его не хочу в сад отдавать. Полдня делать дела. Убираться. Вот эта вот постоянная недообранность меня тоже бесит. Убирают. Нормально убираю только я. Остальные либо не убирают, либо делают вид, либо отнынивают. А я хочу навести наконец-то порядок. И вот в Лизиной комнате я почти навела порядок. Я перетрясла вещи. Только вещи у меня сейчас на столе лежат. Но я хочу сначала все доперетрясать. А потом начать отдавать. Все друг за другом. И вот думаю сейчас, куда эти вещи деть. Чтобы они не мешали Лизе заниматься. Наверное, я их на столик, на улице расположу. И клюеночкой закрою. Чистенькой. Чтобы дождем не замочила. И они пока будут ждать. Там будут и игрушки, и вещи. Почему я хочу это все из дома убрать? Потому что я складываю игрушки на отдачу. А Миша подходит и забирает. Ванночку, например, для куклы поставила. А Миша забрал. Надо отмыть этого Бэби Борна Аннабель. Бэби Аннабель. Потому что Миша ей мордашку разрисовал. Надо отмыть тоже. Кому-нибудь отдать. Надо разобрать детский домик. Я уже там много что разобрала. И когда там будет порядок, я вам покажу, что у меня там лежит. Там будет лежать большая часть игрушек. Отсюда я хочу поубирать. Дома я хочу оставить книжки. Основные всякие конструкторы для Мишки. А туда убрать это. Чтобы был порядок. Чтобы было красиво. Я запланировала снять книп. И вам я об этом рассказала. Но мы никак не можем найти время для того, чтобы банально поснимать. По идее, на сегодня запланировали на вечер, когда придет Лиза со школы, пойти снимать. Потому что я верю в то, что клипы будут приносить пользу каналу. Но клип на самом деле 3-4 минуты снять. На это очень много надо сил, времени. Это не просто влог снять. То есть влог, да, его гораздо проще снимать. Вот разговорное видео. Это все просто. Это, конечно, занимает часа 2-3 в общей сложности. Плюс выгрузка на канал. В моем случае все тормозное. Компьютер тормозной. Интернет тормозной. Но это хотя бы проще сделать. А с клипом сложнее. Но я делаю ставку на клипы, что они будут продвигать канал. Поэтому надо. Периодически выстреливают обзоры мои старые, снятые. Набирают просмотры. Знаете так? Регулярно. И я периодически задумываюсь, что все-таки обзоры я иногда буду вынуждена снимать. Для того, чтобы выкарабкаться из этой ситуации. Единственное, на что я не готова, наверное, пока, это снимать ругательные обзоры, как делает блогер вот так Саша. Хотя, с другой стороны, вот, ребята, она деньги зарабатывает, да? Но совести не хватит делать так, как она. С другой стороны, периодически кажется, что уже фиг с ним надо делать что угодно, чтобы поправить финансовую ситуацию. Видели бы вы мои полотенца. Господи, я их на них смотрю, в очередной раз зашиваю и думаю, нормальные люди такие полотенца выкидывают. А я не могу купить. Ну, никак не могу. Выкрыть так, чтобы купить полотенца новые. Посмотрела в очередной раз в магазине. Капец, они дорого стоят. Даже пять полотенец купить, просто заменить. Пять больших и пять маленьких. Это круглая сумма, которой у меня нет. Но я верю в себя. Я верю в то, что мои проекты в какой-то момент начнут выстреливать. И на самом деле, вот мне бы сейчас просто взять, снять клип удачный опять, чтобы он набрал 3 миллиона просмотров, как тот, я бы на этом заработала тысячи, наверное, 3-12 долларов. И закрыла бы все дыры. Но как это сделать и как угадать, что выстрелит, я не знаю. В общем, как-то так. Если у вас тоже не получается спланировать жизнь, и все рушится, и вы начинаете жрать от этого, пишите в комментариях. Буду вас поддерживать, вы будете поддерживать меня. И мы вместе с вами со всем справимся. Главное, следить за собой и стараться изменить ситуацию. Потому что под лежачей камень вода не течет. Знаете, мне нравятся две фразы, которые я люблю, знаете, с подросткового возраста. Первая – это фраза из книги «Два капитана» Вениамина Каверина. «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Я придерживаюсь этого принципа все время. То есть, что бы я ни начала, я буду бороться, искать выход, находить и не сдаваться. А вторая – это к своей мечте нужно двигаться, если не можешь двигаться. Забыла, забыла фразу. Не можешь двигаться. А, к мечте нужно бежать, не можешь бежать. Иди, не можешь идти, ползти, не можешь ползти. Хотя бы лежи по направлению к своей мечте. Вот как-то так. Ставь лайк, если ты меня поддерживаешь в том, что я рассказала. Если ты думаешь, что точно так же. Может быть, поделишься видео в соцсетях со своими друзьями. Достаточно того, чтобы просто отправить кому-то ссылку, и YouTube поймет, что мое видео тебе понравилось. И будет меня рекомендовать другим. И тогда я буду на шажок ближе к своей мечте. А это круто. Надо помогать друг другу достигать мечты. Большое спасибо всем, кто пишет комментарии. Спасибо всем за лайки. Я не всегда отвечаю на комментарии сразу. Иногда, когда у меня очень плохое настроение, я просто не могу себя заставить сесть и отвечать на комментарии. Не обижайтесь, пожалуйста. Но я вас всех обязательно читаю. Обязательно. И обязательно отвечаю со временем. Большое вам спасибо за поддержку. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok